Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях художественный, самый, что называется, свежий, новый, молодой художественный руководитель Люберецкого дворца культуры, актер и музыкант Александр Асташонов. Вы не обижаетесь, когда я говорю «свежий и молодой»? Ну, почему нет? Это комплимент. Мне нравится, конечно. Пока еще есть чем гордиться, можно погордиться. Свежий и молодой. На тройке въехал прям. Вот скажите, понятно, что мы сейчас будем вспоминать. Мы решили на две части, сразу признаюсь нашим зрителям, в первой части поговорим о пути творческом, а во второй уже о конкретике, потому что, правда, у Александра огромное количество предложений, мы их уже успели тоже обсудить до программы, обо всем бы успеть рассказать. Так вот, первый вопрос. Ну, «Фабрика звезд» понятна. Все это вот мир, даже тогда был шоу-бизнес немножечко другой, чем сейчас. Конечно, он постоянно меняется. И вдруг вы появляетесь в Люберецком дворце культуры. Почему? Ну, потому что артистическая профессия, я не вижу каких-то проблем запараллелить эту историю. Вот, потому что артисты так. Есть концерты, а потом есть свободное время. Ну, тем более вы действующий человек. Да, я действующий артист, да. И поэтому, ну, если какие-то есть моменты, если есть возможности, а самое главное, есть желание. Потому что когда мне сделали, ну, как бы предложили, так сказать, эту историю всю возглавить, я, честно говоря, долго думал, потому что немного все-таки направление отличается. Все-таки руководить это немножко другое. Это кабинет, руководить, да, я долго... Но потом понял, что нужно давать жизни какие-то новые всплески такие творческие и самому себе в том числе. Ну, и попробовать, я так понимаю, что во второй части напомню, что мы будем пробовать. Об этом расскажет Александр. Но сейчас я не могу не спросить, почему, потому что все-таки вы принадлежите к тому проекту. К нему разные отношения, сразу же скажу. Потому что это было что-то такое новое. Ну, уж есть люди, которые еще помнят более ранние проекты такого шоу-бизнеса по-российски. Да, там за стеклом, когда люди приезжали специально в Москву, шли и смотрели, правда за стеклом что-то есть. Да, потом проходит какой-то этап. Я тогда тоже много интервьюировал, самые разные были встречи. И шоу-бизнес наполнился огромным количеством людей. Сначала казалось, что все талантливые, потом из талантливых стали выбирать самых талантливых. Вот вы попали в эту эпоху, это самая фабрика звезд. Я понимаю, что вы, конечно, уже все рассказали. Вы знаете, время бежит быстро, и, наверное, с высоты сегодняшнего уже возраста вы нам что-нибудь новое расскажете. Это все-таки случайность была, или это продуманный такой? В моем случае абсолютная случайность, и я об этом неоднократно рассказывал, о том, что я из самой обычной, простой рабочей семьи. Вот и все. У меня не было никаких шансов вот так вот взять и перешагнуть тот гигантский путь, который проделывают обычные артисты, не участвуя в таких проектах. И, в общем, для меня это было самого удивлением и шоком, когда я, вот, придя в этот проект, я думал, что там везде блат, везде деньги, везде связи и так далее. Нет. Вот моя жизнь, и я сам себе это доказал, что можно добиться своей цели и успехов каких-то, не заплатив при этом ни копейки. Ну, вот это хорошо звучит, не заплатив при этом ни копейки, потому что обычно, и, кстати, в те годы, чуть-чуть раньше, я помню, обязательно придумаешь какую-то программу там на радио или на телевидении, великолепно, очень хорошо, спонсор есть? Да. Если спонсор есть, ради был, все что угодно сделаем. Да. Но, тем не менее, ведь здесь же творческий такой момент. Фабрика звезд тогда дала толчок, их было много, потом в разных, на разных каналах, в разных версиях в бывших союзных республиках. И если, например, не удалось выступить здесь, ехали куда-нибудь, не будем называть куда, может быть, там удастся. Тем не менее, это была такая возможность все-таки копнуть, что ли, что есть в стране, ну, какие есть люди, потому что рынок-то состоялся, и вообще, любой шоу-бизнес, это создаешься рынок, попасть с него трудно. Вот задолго до фабрики звезд вы когда поняли, что как-то вот в этом направлении пойдете? В артистическом? Да, в каком классе? Ну, достаточно рано. Дело в том, что родители, меня и брата в свое время, значит, так, отдали, можно сказать, в руки руководителей хореографического театра в Ренбурге. Это был, это был 92-й, что ли, 93-й год. Ну, это лет 13-14 лет. Это самые такие, кстати, экономически сложные. Да, именно поэтому они это сделали. Родители были всеми, обеими руками и ногами за, что называется, потому что, чтобы только не ослонялись по подъездам и не нарвались в какую-нибудь плохую компанию. И на самом деле это был шикарный ход и со стороны педагогов, и со стороны наших родителей, потому что я на тот момент, как-то сказать, что я прям увлекался творчеством, я не могу. Хотя я на тот момент занимался в музыкальной школе по классу баяна. Ну, как-то мне это все было так. На баяне умеете сейчас? Ну, честно говоря, какой-нибудь вальс сыграть могу, конечно, но в основном это гитары и клавишные. Ну, что, надо вспомнить. Тем более, вы уже рассказали, все, ждем теперь с баяном. Почему? Я, кстати, объяснил, возвращаясь в будущее в нашей работе, вот тут масса была многих коллективов, я что поражаюсь. Вот мы же понимаем, что многих детей отдают в музыкальную школу не потому, что они хотят, потому что так надо. Что у вас есть? Да, скрипка ему не подойдет, будет баян. Даже не спрашивай иногда у ребенка. Мне так и сказали родители, что будешь на баяне. Я спросил, почему? Они говорят, ну как же, ты представляешь, гулянка какая-то, ты на баяне. Но только они мне не объяснили одну вещь, что как я буду к девушкам под подъездом на баяне ходить? Ну да, да. И тут в этот момент моя жизнь появилась гитара, потому что так проще. Ну да, к гитаре мы тоже еще вернемся. И ребята, которые приходят, которые переходят вот этот этап, когда привели родителей, не хочу сам, это же очень важный момент. Вы когда сами захотели? Когда в школе уже? На творчество уже сам уже захотел, но лет, наверное, годом к 17 ближе, потому что там начались первые влюбленности вот эти, да, ну первые, хорошо, вторые, да. Ну к 17 сейчас тоже вторые такие, крепкие вторые, да. И какие-то и неудачи на этом фронте. И, в общем, смысл в том, что я как-то пытался через творчество излить вот эти свои переживания внутренние. В общем, получилось так, что попадание было... А то есть истории с инженерным или, там, скажем, технологическим, техническим направлением были? У меня... Физика, математика, как у вас? Опять же, спасибо родителям, они меня заставили закончить финансово-экономический колледж, значит, по специальности, бухгалтер-экономист. Получили земную профессию, а дальше занимайся чем хочешь. Я пришел, положил им диплом на стол. Все, до свидания. До свидания. Начал, значит, пробовать свои силы в творчестве. Но, конечно, параллельно их слова не остались, так сказать, в стороне. И я начал... принял попытку поступить в Оренбургский государственный университет, значит, на факультет журналистики. И мне это, почему-то, показалось это очень романтичным на тот момент. Так, и? И я, в общем, подал документы, но тут мне прилетает телефонный звонок из Москвы прямо в этом году. И вы подумаете, да зачем мне вот это мучиться? Прямо в том же году мне прилетает телефонный звонок, менеджер говорит, здравствуйте. В общем, и дальше история, что вас утвердили. Да, я приезжаю в Москву, ну и все, про журналистику можно было узнать. То есть вы не состоявшийся журналист? Ну, в какой-то степени. Вы сейчас бы могли сидеть на моем месте и вести программу. И даже не здесь, а не в другом месте. Ну, может быть, это и хорошо, каждый занимается своим местом. Да, да. А вот вы сказали, прилетел звонок. Как вы что, куда-то отдавали? Вот вы с гитарой где-то напели и послали? Да, была история, да. У меня на тот момент был коллектив, рок-группа своя в Оренбурге. Как называлась? Рок-группа Ореол называлась. Это что-то около христианский, такой рок, вот где-то в той стороне. Мы, конечно, напрямую об этом не пели. У нас была одна песня, но где-то вот в той стороне. За все доброе, светлое. За все хорошее против всего плохого. Да, да, да. Вот, и, собственно, так получилось, что мы поехали в Москву. Нас увидел Игорь Матвиенко, попросил оставить кассету. Кассета у него пролежала 3,5 года. Спустя 3,5 года мне раздался звонок с Первого канала. Цепочка очень короткая, если бы такая. Ну, дождались. За это время могло многое произойти. Именно об этом и был разговор с менеджером из Первого канала, когда они сказали, что меня утвердили. Я спросил, говорю, вы точно этого хотите? Потому что я за 3,5 года могло произойти все, что угодно, я мог измениться. Они говорят, ну, нам нравится ваш подход, мы рискнем. А как вы думаете, они ведь подбирали участника, ну, все равно по своей какой-то шкале? Безусловно. У всех ребят. У каждого продюсера есть определенное свое видение, и у каждого художественного руководителя, если возвращаем нашу историю к сегодняшним реалиям в Люберцах, у каждого художественного руководителя и продюсера есть свое определенное творческое видение, как он видит развитие коллектива, как он хочет какой коллектив набрать, каких артистов он видит и так далее и тому подобное. Это есть критерии определенные, вкусовые и личностные какие-то. Поэтому здесь творческий процесс. То есть это такой глубокий режиссер, который сидит в каждом, наверное, потому что он даже иногда, может быть, сам не думает, а подбирает уже про то, что будет потом, что он будет выстраивать. Но мы не можем не вернуться к корням, опять же, я имею в виду во всех смыслах этого слова. Все это сейчас еще напоминает, ну, во-первых, мы все были моложе, каждый по-разному моложе, да? Во-вторых, для вас это было какое-то, наверное, абсолютно совсем другое состояние, которое превратилось в дальнейшую жизнь. И то, что вы действующие, это тоже важно, потому что очень многие конкурсы, и сегодня известно, коль мы «Фабрику звезд» назвали, то мы можем и проект «Голос» назвать, и можем назвать там все, что угодно. Но мы все чаще видим, что либо никуда эти ребята в никуда уходят, пропадают, либо все время на проектах все больше появляется тех, кого мы и так уже хорошо знаем. Иногда, честно говоря, поют они как-то, может, лучше кого помоложе бы позвали, так, между нами. Вот скажите, это так? Ну, тут вопрос, давайте так, тут вопрос опять продюсерский, опять художественный руководитель, только уже на этот раз в телевизии. Чего они хотят? Художественный руководитель прекрасно понимает, ему что проще, пригласить человека, на которого точно будут смотреть, точно будет рейтинг, или пригласить кого-то нового и рискнуть неизвестно куда. Они не имеют права рисковать такими бюджетами, эфирной сеткой и так далее. Они обязаны выстроить программу так, что точно, по их мнению, выстроили. Но, тем не менее, мы же играем в игру во всевозможных конкурсах, в том числе, что вот, вы мне нравитесь, сказала Алла Борисовна, или там кто угодно, Игорь Матвиенко, или не сказала, посмотрел. У каждого же своя реакция. Конечно. И вот вроде бы как и зрители, ну, раз он так считает, то и я проголосую. Правильно, потому что те люди, которые перечислили, тот же Игорь Матвиенко, он является неоспоримым экспертом, это неоспоримая такая творческая единица, которая, если он говорит, что это хорошо, но мы с ним, как бы, вроде как и соглашаешься, потому что очень много, человек столько в жизни творческой сделал, что ты не можешь сказать, ну, наверное, нет. Как минимум, ты задумаешься. Вот если времени, к сожалению, мало, а есть о чем поспрашивать, я имею в виду вот на этом этапе, на том, вернее, этапе вашей жизни, все-таки, что вам дала «Фабрика звезд» и сам этот проект, который, как вы прекрасно понимаете, уже даже спустя какое-то время, вот я у своих студентов спрашивал, совсем молодых, которые сейчас пришли, знают, помнят, да-да-да. Некоторые говорят, мне 4 года было, мне 5. Скоро вам будут говорить, мы на ваших песнях росли. Ну, мне тут, собственно, так и говорят. Уже говорят, да. Что это вам дало? Почему? Потому что тогда это было, вот я еще раз говорю, что-то новое, действительно было ощущение, что как-то вот свободная, да, такая была площадка. При этом отношение к группе было тогда разным. Одни фанаты, ну, фанаты есть везде, даже у тех, кого совсем плохо со слухом и голосом, а с другой стороны, как, вот что это такое? Ну, то есть старое и новое всегда борются. Вопрос-то я попытаюсь понять, почему. А вопрос в том, что вам это дало, вот это участие? Лично в вашей жизни какую суграть? Ну, лично, вот я для себя определил, что это исполнение своей мечты давней, потому что я все-таки, конечно, в какой-то момент, как я уже сказал, я занимался и творчеством, и хореографией, и в музыкальной школе, и как бы ты все равно представляешь, что все дает себе, да, какую-то картинку, что да, я стою на большой сцене, мне бы хотелось бы этого, конечно. Высшая точка какая? Вот признание, когда ты на Олимпийский, которого сейчас уже нет, тебе 16 тысяч человек аплодирует тебе и поет твои... Честно, честно аплодирует тебе и поет твои... И это, когда эта мечта осуществляется, конечно, ты думаешь, ну все, вот я достиг своей цели, это классно. Потому что очень, к сожалению, не знаю, так у многих людей получается, что очень многие идут к своей цели и не достигают, и это большая трагедия, особенно для творческих людей. Я этих трагедий вокруг видел очень много, и это печальное зрелище, конечно. Так сейчас вы идете сольно. В 2010 году я для себя определил, что надо сделать что-то еще, то, чего от меня не ожидают. И я просто пошел в кино и начал сниматься в кино. В моей фильмографии уже больше 20 фильмов, полнометражных сериалов, большое количество достаточно главных ролей мужских. Вы считаете, что вы правильно поступили? Я считаю, абсолютно верно. Можно сказать, что этот коллектив все-таки был искусственным, и поэтому он не мог долго продолжаться? Абсолютно, но это абсолютно нормальный вопрос. Конечно, он был искусственный, мы родились все под прицелом камерам. Да, а искусственный, к сожалению, недолго живет. Ну да, нет, может быть, какие-то проекты, но давайте так, но Иванушки тоже относительно искусственный проект, потому что Игорь Матвенко собирал этих ребят вместе, не то, что они там репетировали в гараже у себя целыми днями. Нет, это нормально все, просто в нашем случае не получилось. Поклонники пишут что-нибудь. Да, до сих пор у меня огромное количество. Прошат, чтобы вы как группа Абы восстановились. Сколько предлагают денег? Это вопрос номер один, это вопрос номер один от всех, когда вы воссоединитесь, как долго ждать. А вдруг действительно воссоединиться? Мне кажется, согласитесь, нет? Ну, я не знаю, этот вопрос еще нужно еще одному будет солисту задать, группу, а вообще, в принципе, этот вопрос очень много раз озвучивался, и руководством, и всем, мы не можем пока найти эти точки соприкосновения. И все, что собирается Александр делать со своей командой здесь, в городском Крюлюберце, мы узнаем с вами после небольшого перерыва. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях художественный руководитель Люберецкого дворца культуры, актер, музыкант Александр Асташонок. Если вдруг вы не видели первую часть, то все, что нужно про группу Корней, про Александра, про его нелегкую, но такую свободную творческую судьбу, вы узнаете там, а сейчас говорим о новом проекте. Мне кажется, это очень интересно, потому что целый дворец вам доверили. Не только дворец, а еще три структурных подразделения. Что в них входит? Дом офицеров, Центр культуры отдыха и Культурно-просветительский центр. Я просто привык уже аббревиатурами ЦКО, КПЦ. Я должен сказать, что это уже хорошо, что вы так все выучили. Почему? Потому что это же все-таки государственные все структуры. Да, это было... Не назовешь так, как тебе захочется. У меня это было задачей номер один справиться с этим, потому что, конечно, такое количество информации и более полутора тысяч человек занимаются. Огромное количество коллективов. Это, конечно, всех запомнить. Это надо было открыть отдельную ячейку у себя. Ну да, да, закладывай. И флешечку туда поставить терабайт на несколько. Поэтому да. Ну вот мы в первой части чуть-чуть коснулись. Вам сделали предложение. Какие-то вы говорили, ну, не сомнения, не сомнения. Но переживания были. Переживания, скорее. Не то, что сомнения. То есть желание-то было. Одно дело руководить собой, другое дело руководить, конечно, большим коллективом. Конечно, это большая ответственность. А я человек, у меня гиперответственность, она очень разная. Она это и хорошо, и плохо, и плюс, и минус. Но, тем не менее, понадобилось какое-то время, чтобы как-то привести себя, так сказать, ответить себе на этот вопрос. Вы сделали это предложение. Ну, так получилось. Опыт был. Ну, опыт, он сам по себе, шоу-бизнес, это опыт, потому что я делал огромное количество концертов, создавал коллектива, расформировал коллектива. То есть, да, то есть глобально вот так вот я пришел на это место. Играющий тренер, который здесь, в общем-то, продюсер, играющий, администратор, то есть вы знаете, где вас могут захотеть обмануть. Больше того, я знаю эту профессию вообще со всех сторон. Я танцевал, я занимался в музыкальной школе, я актер, я музыкант, я музыкальный продюсер, я снимаюсь в кино, я знаю, как снимать. И учились в ГИТИСе. Да, а еще на бухгалтера, помните? На бухгалтера, да. Хотя бы слово знать. У меня настолько широко, настолько многогранная эта история вот в течение жизни произошла, что, я думаю, таким-то опытом уже можно даже и поделиться немножко. Собственно, это, когда поступил мне это предложение, я думаю, ну вот же шанс, ну иди, попробуй поделить. Тем более, что фактически, это же Москва? Да, да. Вот, тем более, что вот здесь к нам приходят депутаты, самые разные люди, и мы видим, иногда вот так поедешь по Люберцам, едешь, 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 и пробки уже иногда больше, чем в Москве по времени. И прирост населения, так как мы с вами сейчас немножечко вы же у нас уже почти чиновник какой-то, прирост населения говорит о том, что ему кроме хлеба, о котором здесь мы очень много говорим, нужны зрелища. Безусловно. Качественные, профессиональные. Вот дворец культуры, что в планах? В планах огромное количество всяких мероприятий, в первую очередь, потому что сейчас вот ближайшее мероприятие, которое состоится, это будет здесь в Триумфе, 6 марта пройдет большой праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Будет огромное количество коллективов, будет приглашенный артист, не буду раскрывать всех карт, обязательно. По своим связям, я думаю, да? Ну, нет, нет, это абсолютно ко мне не имеет никакого отношения, я просто сам не дам про это узнал и порадовался за Люберцы, что... То есть нам надо напрячься и подготовиться к 6 марта. Да, поэтому приходите, это будет замечательно. Потом, конечно, в планах все, что я сейчас буду говорить, так или иначе будет в планах по 400-летию города Любит. Да, конечно. Это номер один, у нас вообще тема номер один везде. Так или иначе любое мероприятие будет привязано к этому. Ну, в сентябре будет пик, я так понимаю. Безусловно, да. В сентябре будет что-то невообразимое, это будет очень масштабное празднование, потому что 400 лет, круглая дата, в ближайшие 100 лет будет она одна у нас. Да, до 500-летия доживут не все. Да. Поэтому планируется, конечно, мы помимо мероприятий сейчас очень активное участие принимаем в наполнении в культурных формированиях, они кружки раньше назывались, сейчас это клубное формирование, наполнением и Дом офицеров, и Дворец культуры, и другие структурные подразделения, такие как? Мы собираемся делать репертуарный театр. То, чего уже, наверное, требуется для такого городского, это целый округ? Безусловно, потому что ДК у нас очень обладает хорошими возможностями для того, чтобы работать. Именно репертуарный, а на основании чего вы будете его делать? Я приглашаю с собой потрясающего педагога, она сейчас делает набор в Доме офицеров Виктория Евгеньевна Кригер, это мой педагог из ГИТИСа, 20-летний, потрясающий опыт с огромным количеством мастеров стеблов-галамазов, Михаил Артанчев, Скандаров, мой мастер. И мы собираемся делать репертуарный спектакль на основе классических произведений и каких-то авторских произведений. Я сейчас пока не могу всех секретов раскрыть, даже потому что это нужно лучше тогда режиссёра пригласить. Но это будет именно театр, то есть не театрик, куда приезжают московские артисты с красивыми афишами и каждый раз новые. Это тоже? Это тоже, да. Но всё-таки хочется какая-то база, чтобы было. Антрепризная история, безусловно, у нас тоже планируется, но в первую очередь мы хотим уделить внимание здесь люберчанам, которые действительно заинтересованы в работе на сцене, в театральной какие-то свои, может быть, у них есть навыки, умения, которые они готовы проявить на основе какого-то хорошего конкурсного отбора, присутствия художественного совета. Обязательно это всё будем проводить и будем ставить и делать. Ещё есть интересные идеи с коллаборациями, с актёрами известными. Я же много снимаюсь, у меня много друзей-актеров, и, допустим, предлагать ребятам, местные ребята-актеры и какой-то один известный. И всё это вместе в одном спектакле. То есть такая собственная антреприза на собственной базе, которая делается. Да, безусловно. Я уже разговаривал с некоторыми молодыми своими ребятами, с знакомыми, с которыми мы очень много вместе снимались. Они поддерживают эту идею потрясающую. Поэтому, на мой взгляд, это здорово. Потом есть идея привезти сюда киношколу, то есть создать некую базу по съёмкам для того, чтобы дети сейчас вообще. Это очень интересно, это видеоблогинг, видеоконтент сейчас контент номер один. Музыка одного возраста начинается. Да, музыка уже, она на втором месте давно. Видосики, видосики сейчас. Да, как правильно снимать? На мобильный телефон, на камеру. Потом, если киношкола, всё-таки мы сделаем эту историю, мы сейчас ведём активнейшие переговоры. Это очень крупная киношкола с огромным количеством реально очень известных людей. Операторов, режиссёров, световиков и так далее. На базе, опять же, ЛДК и вообще, в принципе, в городском округе Люберцы планируем снимать короткометражные фильмы с последующим пристрелом на фестивале. Фестиваль на кино. Всероссийские и международные. То есть есть определённые рычаги. И опять же, либерчане, которые примут участие в этом, которые будут приходить к нам в клубное формирование, заниматься, они получат эту возможность снимать и сниматься. Да. Клубное формирование. Вот тут важный такой момент. Сейчас тоже такой острый вопрос. С одной стороны, конечно же, удобнее пригласить известного, даже не то, что известного, а профессионального актёра, поставить задачу, хороший режиссёр, в общем-то, сделать работу на сцене несложно. Другое дело, работа с детьми, с подрастающим поколением, там уже с ребятами, между детьми и юношей девушкой, с которыми довольно сложно, и которые хотят при этом, что-то миру доказать, как когда-то было с вами и со мной. Вот эти клубные формирования, что вы будете, как будете уделять им внимания? В общем, на первых порах, конечно, уделять внимание с поиском педагогов, которые будут профессионально этим заниматься. Мы хотим, вот у меня задача здесь, придя сюда, я отсмотрел все клубные формирования, это все хорошие, в общем, так или иначе, в той или иной степени, и педагоги, и кружки, и всё-всё хорошо. Но с каким-то кружкам, вот первое такое впечатление, к каким-то кружкам у меня сейчас вообще нет вопросов, потому что это невероятно профессиональные коллективы, которым даже нечего сказать, они настолько круто делают свою работу, что нет вопросов. Есть какие-то коллективы, которые тоже очень профессиональные, но с которыми можно рассмотреть ещё коррекцию какую-то, сюда или сюда. Ну так вот, в этом смысле. Новые клубные формирования придут уже совсем мегапрофессиональные люди, как я уже сказал, вот в театральной набирает сейчас педагог с 20-летним стажем, потрясающий режиссёр. Потом у нас есть идея клубного формирования по музыкальному продюсированию. То есть это сейчас очень развита же история, когда ребята записывают музыку чуть ли не в телефон. Да. Но одно дело... Свои треки выкладывают, соревнуются. Да. Одно дело заниматься этим так, как ты услышал, так, как где-то что-то тебе в интернете показали, другое дело, когда придёт потрясающий педагог с огромным стажем, тоже работал с кучей разных коллективов, типа «Рефлекс Александр Иванов», там, ну, проще... И расскажет, почему это неправильно ты так делаешь. И расскажет, почему неправильно, и почему, как сделать быстро и качественно так, чтобы у тебя трек получился. Вот. Потом есть музыканты, которые мы планируем делать, объявлять набор профессиональных музыкантов, из которых будем делать профессиональные коллективы, кавер-группы, авторские группы, которые потом впоследствии получат возможность выступать на больших площадках. Потому что основная идея – заинтересовать молодых музыкантов, которые тоже, опять же, будут проходить определённый худсовет, потому что, ну, важно, чтобы это было... Учитывая реалии сегодняшние, российские особенно, это важно, чтобы это было правильно, качественно, патриотично и так далее. Вот. Получат возможность выступать на городских мероприятиях, потому что мы как раз, как культурный центр, скажем так, управляющий, мы как раз и даём эту возможность. Если коллектив профессиональный, качественный, пожалуйста, приходите и заявите о себе на какой-нибудь площадке. Мне кажется, что Люберцам уже давно не хватает какого-то своего, ну, если хотите, фестиваля, вот какой-то такой точки, куда... Ну, у нас очень много спортивного, да, территория спорта, но нет вот чего-то такого, куда, вот, во фраг. Я объясняю, вот это как раз история с киношколой. Дело в том, что, когда мы запустим эту историю, мы сейчас ведём активную работу, вы понимаете, у нас есть задача быстро наполнить, а есть какие-то вещи, которые, ну, быстро ты не сделаешь. Чтобы сюда привезти киношколу, так, гигантский пласт, по-моему, там, конечно, да, есть идея снимать короткие метры, а потом сделать фестиваль короткометражных фильмов здесь, в Декалибре, и он станет как бы... И он станет родным, и уже 10, ну, что, дождёмся какой-нибудь там 15-й фестиваль, уже как ветераны. Ну что, Александр, нам остаётся только встретиться ещё много раз. С удовольствием. По разным поводам приходите, тем более, что планов прям громадьёй, это хорошо, и мы будем ждать. Почему? Потому что наша основная задача – средство массовой информации, а так как мы оба с вами люди творческие, мы прекрасно понимаем, что даже если очень много хлеба, очень хочется зрелища. И даже если мало хлеба, всё равно хочется зрелища. А зрелища должны быть зрелищными. Правильно. Чего я вам желаю. Приходите 6 марта в «Триумф», обязательно увидите у нас. Какой-то там будет артист, который, ну, я-то сейчас узнаю, а вы приходите 6 марта. Художественный руководитель Люберецкого дворца культуры, актёр, музыкант Александр Асташонок был гостем нашей сегодняшней программы. Вам удачи, всему вашему коллективу. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова